Центральная библиотека уже не первый год создает интересные, актуальные и инновационные проекты, за что завоевывает призовые места на всевозможных республиканских конкурсах. Один из последних проектов – InterLibrary Post. Настоящий прорыв в библиотечном деле не только Солигорска, но и Беларуси. В 24 национальные библиотеки мира выслали письма с рассказом о Солигорске, работе Центральной библиотеки и просьбу поздравить с юбилеем. По каждому письму есть своя история. Как мне звонили из Джакарты, например, и 15 раз звонили, а я все время трубку не брала. А потом оказалось, что это Аташа по культуре, а я все время про телефонных мошенников помнила. А потом посол в Индонезии, посол Республики Беларусь в Индонезии, встретился с директором национальной библиотеки в Джакарте, самой крупнейшей библиотеке Азии, 24 этажа. И тот специально для Солигорской библиотеки передал книгу, книгу, которая рассказывается о библиотечном деле в Индонезии. И понимаете, вот просто кто-то вдумайтесь, что нам написала библиотека Конгресса США и написала «Поздравляем Солигорскую библиотеку с юбилеем». Представляете, что такое библиотека Конгресса США и директора библиотеки назначает президент США. Это такая статусная библиотека, и кто до нашего времени в нашей Солигорской библиотеке, в нашу Беларусь прислать вот такое доброе письмо. Именно за этот проект Солигорская центральная библиотека получила диплом второй степени в республиканском конкурсе «Библиотека осяродок национальной культуры». И еще одна победа в копилку – диплом первой степени на республиканском конкурсе, проводимом Белорусским союзом женщин «30 лет, 30 добрых дел» в номинации «За мир и Беларусь». На этом конкурсе Солигорская центральная библиотека представила свой проект «Сиреневый код», в рамках которого участники высаживают сирень в честь героев Великой Отечественной войны. За все это время солигорчане узнали, что именами героев называются не только улицы и теплоходы, но и скромные, очаровательные, знакомые нам с детства сирень. И так как у нас все-таки проект немного сезонный, мы решили в этом году его сделать вне сезона. Мы создали квест-панораму «Ни пешком, ни бегом». В 1 сентября мы ее презентовали, это очень интересная авторская квест-панорама с необычными заданиями, в результате которых наши участники получают чек-лист маршрута под названием «Территория памяти». В маршрут памяти вошли два объекта растительного мира – памятник Василию Захаровичу Коржу, центральная библиотека и улица из Василия Захаровича Коржа, на которой она и располагается. Библиотекари уверяют, что это не последние их увлекательные проекты и награды.